Самое величайшее во все времена и первое место в мире это наша судьба. Приветствую легендарную команду, приветствую нашу большую дружную планетарную семью и конечно же в самом начале хочется поздравить всех с наступающим Новым Годом. Сегодня уже 30 число, а это значит, что чудо, оно вот-вот витает в воздухе, самое главное его вовремя поймать. И есть для этого сейчас все шансы, есть для этого все инструменты для того, чтобы не просто быть человеком, который загадывает желания, но и быть человеком, который их исполняет. Мы сами для себя, Деда Мороза и Снегурочки, сами придумываем и сами исполняем. И вы знаете, сегодня у меня только один призыв, вот на утренние события однозначно выходят только те люди, которые здесь сердцем, душой, которые уже прикипели к суперджампу, однозначно это вот сейчас 684 человека, я могу сказать, что это близкие соратники и могу быть с вами откровенно, вот откровенно как со своей командой. И со своей командой, знаете, как я разговариваю? Я вот сейчас скажу слово, которое я очень часто повторяю для своих людей. Не тупите. Вы знаете, вот у меня одно слово. Вот просто не тупите. Те возможности, которые дает сейчас ассоциация, их не было вообще никогда. Вообще никогда. Та цена, которая есть сейчас для суперлицензии, это в два раза дешевле от самой низкой цены прошлого года. Ну не тупите. Есть официальное заявление от нашего президента и нашего основателя о том, что суперлицензия понижаться не будет. И ее цена зафиксирована на отметке 10 тысяч долларов, и она может только расти. И вы знаете, для меня сейчас не взять суперлицензию, это потерять целый год. Потому что, ну, это попасть, вот первое число наступило, и ты сразу же попал в сожаление, чтобы была возможность за, грубо говоря, за 400 тысяч взять. А сейчас это все в миллион. И тебе эту разницу еще наверстывать и наверстывать, еще зарабатывать и зарабатывать, хотя уже мог жить в другой реальности, уже мог входить в президентский круг и получать просто ценнейшие знания. Видимо, почему люди не делают этот шаг? Потому что не осознают того, что происходит за закрытыми дверями. Но если бы вы и все те, кто туда заходит, да, относились к этому, как к тому, что ты заплатил за это, не знаю, там, 10 миллионов рублей за каждую школу, ты бы записывал каждое действие, да, каждое слово, и тут же это выполнял, тут же это делал. Поэтому вот это слово, конечно, для каждого человека, для каждого тренера, это свой уровень. Кто-то это уровень, не тупи, про хотя бы бери, понимаете, у каждого свой уровень. Кто-то, если сейчас здесь присутствуют люди с тест-драйвом, ну, хотя бы не тупите, ну, на мастера-то точно нужно быть. То есть каждый сейчас перешагните ту планку, пробейте тот финансовый потолок, на котором, ну, вы понимаете, на котором нужно перешагнуть. И вы знаете, что произойдет? Вот минимальные изменения в вашем мышлении и чуть-чуть в действиях, вот именно это иксы в доходах. Минимальные изменения в мышлении. Наша задача просто провести аудит мыслей. Почему я не делаю шаг, следующий шаг, да, на пути вот к самому высокому клубному статусу. Проведите аудит мыслей, что мне мешает. Что мне мешает, потому что с точки зрения логики, это абсолютно понятная история вообще. Тут, ну, я даже, для меня это, вот знаете, вот как дышать. Я только пришла, когда в эту ассоциацию, еще не было доходов. Еще не было доходов, но я сразу понимала, что мне нужна самая максимальная лицензия. Просто как минимум потому, что для меня все должно быть самое лучшее. Мы один раз живем. Для меня должно быть все самое лучшее. Если лучшая лицензия была на тот момент, мастер лицензия, значит, она должна быть у меня. И вы знаете, какой момент еще очень важный. То есть, первое, провести аудит мыслей, найти вот эту мысль, которая не дает тебе сделать этот шаг. Скорее всего, эта мысль будет, что, ну, как я фантазирую, почему люди не берут. Не хочу залазить в долги. Мысль, да. Не хочу залазить в долги. У меня такой мысли вообще не возникало, когда я покупала, допустим, суперлицензию. Знаете, с какой мыслью я покупала? Это мое вложение в то, чтобы стать еще сильнее. Какие долги? То есть, понимаете, фокус внимания куда направляется? Почему? Потому что я могу там провалиться где-то. Или я потом не потяну. Что за мысли вообще, друзья? Начинаем работать с резиночкой, потому что мы своими мыслями создаем наше будущее. Те люди, которые дают суперлицензию с теми мыслями, что это позволит тебе продавать суперлицензии и привлекать в свою команду больших, серьезных лидеров и сделать доход. Но совершенно быстрее пойдут расти в нашем деле. Правда же? Вот проведите аудит, почему какая мысль вам не дает вообще сделать этот шаг. Потому что если сейчас его не сделать, я еще раз прям подчеркну эту мысль, что вы опаздываете на целый год. Ну и знаете, что я еще как бы для уверенности вам хочу сказать и вообще подкинуть веры и примера вообще, лидера, как надо жить и вообще кто для меня примеры и ориентиры, и за кем я наблюдаю, кем я вдохновляюсь. Это, конечно же, наши самые величайшие, одни из первых интеллект-тренеров. Это Роберт Ра, Роберт, вижу тебя всегда в анализе, как скала. И Артем Яровой. Вы просто вдумайтесь. Эти люди, когда они пришли в ассоциацию, не было чеков. Не было. Понимаете, не было. Был кто? Был только Довгань, по большому счету, который говорил, ребята, мы будем... Вот сейчас все будет. Вот сейчас все будет. Нет, вот сейчас все будет. И так прошло три года. По большому счету, почти три года прошло до того момента, как у ребят появились действительно ощутимые такие хорошие финансовые показатели. Там, допустим, начиная от 500 тысяч рублей к миллиону. Три года. Сколько каждый из вас в этой ассоциации для того, чтобы сомневаться или где-то разочаровываться? Кто прошел хотя бы три года для того, чтобы понять, сколько вообще, какой масштаб ты можешь финансово вытащить на своих плечах благодаря ассоции Суперджам? Поэтому, когда Довгань говорит, вот сейчас, вот сейчас еще, это будет сто процентов. Смотрите на Роберта и Артема, которые не сдались, несмотря на то, что пипец было тяжело. И семью надо поднимать, и себя как-то нужно содержать. Но не сдались, прошли вот эту долину разочарования. И случилось все так, как говорил наш величайший Владимир Викторович. Просто фантастически. И мне очень понравилась идея Нелли Землянской. Вы знаете, я залезла в интернет, я прямо нашла, и я убеждена. Я прямо с огнем эту информацию воспринимаю. Когда Ванга в каком-то там 1970-каком-то году сказала, что Владимир из России спасет весь мир. Ну, для меня вообще вариантов нет. Но это однозначно. Мы наш ассоциатор, наш лидер, наш вождь стратегический. Владимир из России. Ну, вот же, все понятно. Поэтому, друзья, еще раз мой призыв. Не тупите. И каждый на своем уровне. Кто-то сейчас сделайте прорыв. Дотянитесь до пролицензии. Кто-то, кто может, подарите себе новую жизнь. Расширьтесь для того, чтобы впустить в свою жизнь другого уровня людей. Потому что не будь у вас суперлицензии, но долго ищите колок. И зарабатывать плюс 600 тысяч рублей – это гораздо длиннее. Но поработав чуть-чуть с мышлением, вы сможете сделать совершенно другого уровня дохода. На этом у меня все. Поздравляю всех с наступающим, с наступающим прорывным 2024 годом. Идем на новые рекорды. Ждем с нашей командой ярчайших лидеров. С удовольствием передаю. Петр, вам микрофон, наш мега уважаемый, мега любимый. Продолжение следует...